А вот деньги ты говоришь, нет времени жить, нет времени пить, когда почки отловились, здоровье уже не то. Это люди в страсти. Самый низкий слой это люди в невежестве, когда он пьет и бьет, да, когда матом ругаются. На самом деле матом ругаются все. А есть, ну это плохо очень, генетика страдает, вот сейчас почему дети даже с онкологией, дети с онкологией рождаются. Это почему, это же не просто, раньше с такой вообще не знаешь, что такое рак. С онкологией это никогда не было, чтобы дети новорожденные рождались с онкологией, такого никогда не было. Из-за чего? Очень много аутистов, гипервозбудимых и так далее, много всяких ДЦПшников, очень мало здоровых людей. Почему? Потому что вот это вот слово, говорят же, не сквернословь, да, это слово, оно на генетическом даже уровне, сейчас уже установили, на уровне ДНК, оно рушит ДНК. А что мы порушили, то мы передаем потомство, и получается потомство слабее, чем их родители. Человечес таким образом само себя косит. Это тонкая энергия. Лопаты по башке же никому не ударяй за то, что он матом сказал, правильно? А вот тонкая энергия, вот она такая подтачивает, подтачивает, и все. Вот поэтому нельзя сквернословить. К престижу, к богатству, к деньгам. Какие бывают уровни людей вообще? Ну уровни людей, их три уровня, я уже говорила об этом. В невежестве повыше уровень страсти. Страсть это вот как раз таки зарабатывание денег, это престиж, это респект, уважуха, это власть. Это как раз уровень, это страсть. Это средний уровень, правильно? Средний уровень развития человека. Когда человек живет для того, чтобы заработать деньги, чтобы империя у него была, чтобы все под его контролем, чтобы все ему почитались, поклонялись. Это наполовину хорошо, наполовину плохо. Почему? Объясняю. Потому что уровень такой, например, когда страсть соединяется с благочестием, следующий уровень, то служение людям получается активное. То есть вот в этом варианте как бы да. Но когда человек начинает зарабатывать деньги, у него получается что? Все силы уходят куда? Он же хочет изо всех сил вот это, чтобы у него было. Все силы уходят как бы в работу. То есть он начинает что? У него нервная система валится, психосоматика. Он не может спать, потому что надо, во-первых, приумножить и сохранить, проконтролировать, чтобы его не обокрали и так далее. То есть он теряет вообще покой, тревога. Даже если все, как казалось бы, под контролем, все равно. А если кризис? Ну все под контролем, да? А тут кризис. Или, например, дефолт, или, например, еще что-то. Да, и вот, например, коронавирус. И все, и ты теряешь в разы. То есть если обыкновенный человек, он там, у него копейки, да, он ничего там практически не теряет, то ты теряешь миллионы, миллиарды, кажется, да? Да. Да, тут уже получается круг общения. Такие же пафосные люди, как марка машины, личная охрана. Вот это все такое, ну, что предполагает наличие вип-персон, статусности. Но эти люди что они? Они постепенно, у них силы тают, потому что время идет, возраст все равно накатывает, силы тают. Получается смещение фокуса твоей жизни в эту область. Перекос, перекос идет. То есть ты работаешь ради денег, ты вообще на самом деле подчинен зарабатыванию денег. Хорошей жизни, чтобы у тебя была. Ты живешь только ради этого. Но это, я хочу сказать, неблагостная цель жизни, конечно. Человек живет не того, чтобы заработать деньги. У гроба карманов нет. И уходим мы отсюда, простите, почти голыми. И все оставляем тут. Если еще эти деньги заработаны вот так, это еще проклятие, можно сказать даже, да, очень большое время для детей. Как дети этим распорядятся? Потому что во многих, вот сколько ситуаций, заработал состояние, ушел, оставил детям. Дети профукали за 2-3 года все, что было нажито нервами, здоровьем и так далее. И тревогами вот этими всеми. И вот это вот еще отсроченное счастье. Что такое отсроченное счастье? Да, это вот человек, когда в страсти, начинает работать он. Так, вначале я вот это сделаю. Так, сначала капитал. Ну, небольшую какую-то сумму денег, чтобы там жениться, на свадьбу заработать, да, заработал. Тогда я буду счастлив. Вот, женился. Так, пошли детки. Надо заработать вот это. Потом, когда дети вырастут, я уже могу немножко расслабиться. Дети выросли. Так, теперь внуки пошли. Ага, теперь мне надо внуков, чтобы они жили после меня достойно, внукам заработать. Внуки подросли, и ты гопнулся. То есть счастья практически ты не видел. Припнулся. Оно сручивается все дальше и дальше. И ты живешь вот этим будущим счастьем, который не наступает, скажем так. Это вот страстный уровень жизни. И все мы в той или иной степени заражены этим, как бы, вирусом страсти. А высший самый? А вот благостный уровень – это когда человек начинает соединяться в молитве с Господом Богом, с высшими силами. Когда начинает интересоваться, как жили эти святые. Как у них жизнь проходила. Почему люди преклоняются перед ними? Нет правильных религий. Есть вера одна, а религия – это как вкус. Для кого-то подходит буддизм, для кого-то подходит христианство, для кого-то мусульманство. И человек вот в этой жизни, он как бы… Сейчас у нас просто век Кали-юга очень сложный. Просто сейчас очень сложное время Кали-юги – это время деградаты людей. И если посмотреть, что было 50 лет назад, там даже 30 лет назад, мы даже не могли представить, что такое будет. Вот эти однополые браки легализуются, что в интернете зависать наши будут дети, что они меняют, как бы, вот эту жизнь на виртуальную. Ну, то есть много-много чего, о чем мы не предполагали. А кто такие Кали-юги? Ну, Кали-юги – это по ведической культуре, это век, как раз-таки, когда наступает деградация человечества. Человек одевается очень красиво, он респект, он такой весь фирменный, от кутюрье, упакованный, лощеный, ухоженный. Но он скрывает тщательно свои пороки. То есть это век тогда, когда люди со стороны кажутся очень такими продвинутыми, а на самом деле у них внутри человек много очень пороков. И в это время достаточно сложно, потому что среда, она очень имеет воздействие большое на человека. Как бы бытие определяет сознание, но не совсем уж я так бы согласен с этой фразой, да, потому что все равно наше бытие, иногда свинское, да, в окружении, оно все-таки говорит о том, что как не надо, как не надо жить, как показывает, как не надо. Человек добился многого, да? Цивилизация? Нет, я тебе говорю, вообще, вот, отличность отдельно. Он ездит на Геленфагене, уплетает устрицы, у него огромный мамон, он в кожаном плаще. И он, знаешь, такой наглый такой, знаешь, бескультурный. Да-да, иди сюда, ты, иди сюда. Понимаешь, и обычно такие вот одноклеточные, они почему-то всегда добиваются очень многого. Я не знаю, в чем секрет. Знаешь, вот, такие одноклеточные, как вот Новый Русский же были такие, одноклеточные, их такие, знаешь, мат-перемат. Да. У них там телки, водочка, ресторанчик, знаешь, казиношечка такая вот. Да. А какой-нибудь нравственно-порядочный человек, работающий, например, с сотрудником в НИИ, грубо говоря, которого, он культурный, у него, так сказать, ну, воспитанный культурный. Он почему-то ничего так такового не добивается почему-то. Почему так вот, в основном, вот, даже нас, да, взять, татарща, да, вот эти наглые. Эй, ты еще, иди сюда, эй, 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 такие, знаешь, начальнички такие, этот, председатель там, деревни, грубо говоря, председатель там района, да. Они же тоже наглые, у них и козлар есть там, и мучая есть. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Цвет вот этих, как ты говоришь, одноклеточных был 90-е годы. Там это вот малиновые пиджаки, золотые цепи в палец. Да, да, да. Где они сейчас? Они в правительстве части? Нет. Они-то, многие из них просто их убили, они друг друга поубивали. Делили пироги, не могли поделить вот эта война была между мафиями, между, даже внутри мафии. Они поубивали друг друга в основном, кто из них сейчас живой. Очень мало кто из них живой, это раз. А если кто стал даже живой, я вот отдыхала в санатории ФСБшном, да, конечно, такой крутой санаторий. Но они строят сейчас часовню, они вдруг воцерковились, они вдруг стали верить Бога. Потому что они поняли, что что деньги, ну, одним миллионом больше, одним миллионом меньше, ну, двумя, тремя. Что меняется в принципе? Вот суслик тоже он любит покушать. Понятно, ну, ты что дальше-то? Ну, что? Животная жизнь, вожделение. Что еще? Вожделение. Ну, при этом сотрудник не работает, не из-за мутарки, грубо говоря, а этот жирует. Ну, это жизнь в страсти. Ну, например, да, это просто кто считает, что ценностью? Вот, например, если ты считаешь ценностью огромное бабло, власть там, гелендваген, да, это тёлки, извини, по всем углам, да? Это же и страсти, и в невежестве. Это ты не продвинешься, ты будешь, ты умрёшь от сичилиса, ну, там, я не знаю, ну, пусть до старости даже проедешь. Что у тебя внутри? Пустая, опустошенная. Потому что потом у тебя импотенция наступит. Не у меня. Ну, я имею в виду у человека, который вот. Потом у них наступит, понятное дело, возрастная импотенция. У них идёт привыкание к этой роскоши, хочется ещё больше. Привыкание к этой женщине, хочется ещё извращения. Как у нас паркотик, да? Извращению идут. Извращение ещё извлечёт за собой деградацию. Человек вообще перестаёт себя осуществлять, он вообще о душе своей вообще не думает. Или он начинает прозревать о ней только в конце, когда думает, идиот, какой я идиотскую, бестолковую, бессмысленную жизнь прожил. И что эти бабки дали? Они дали просто деградацию. И вот существует такое поверье. Если ты хочешь проклятие одной из кармических, когда человеку, ни образованному, ни культурному, никаких нравственных ценностей, ни моральных, ни религиозных, ни имеющих, ну, то есть живущих, как вот эти вот бандиты, да, скажем, дать огромное бабло. Много-много денег дать. И они сами себя изжирают. Зло пожирают само себя. Они поубивали друг друга. Вся жизнь скручивается до того, смогут они, извини за выражение, быть мужчинами, или у них уже там импотенция наступит. А потом старение тела. Они вообще вешаются. Они не знают, они продлевают, хотят бессмертие жизни. Эликсиры добывают, какие-то всякие сна добью пьют, чтобы поддержать свое вот это вот. И понимают, что когда уже, ну, если доживет до 70 лет, понимают, что все это на самом деле... Они потратили свою жизнь на бессмысленное существование амебы, на животный образ жизни. И ничего не добились. Дети, они вырастают в таких семьях, если отец ведет такую разгульную жизнь, сам понимаешь, каким, естественно. И они добивают, либо своих родителей добивают, либо уже их состояние проматывают после того, как родители уходят. Множество таких примеров. Вот таким образом, как бы все настолько неоднозначно, и то, что лежит на поверхности, это не значит не все то золото, что блестит, как говорится. Конечно, мы должны исполнять в этой жизни свои роли. У нас есть дети, у нас есть работа. Но мы в первую очередь должны заботиться, а именно о том, от чего не видно, это душа наша. И именно она нас выводит в человечность. Но в нашем мире об этом забывают. И много сил, которые вот этот суетат. Она, например, говорит, ой, у тебя же это не сделано, у тебя то, а тебе еще вот это надо, а еще с утра куча дел, вот это надо, все. Мозги заняты суетой. Суета – это вообще на самом деле одеяло. То есть ты с утра расчищаешь пространство, встаешь как можно раньше, в 4-5, и начинаешь уделять время своей душе. Духовные практики, священные писания, либо молитва, либо медитация, да? Да. То есть ты отдаешь дань душе. И вот когда ты это сделаешь, ты чувствуешь, как сердце твое очистилось от этой всякой дряни, от этих обид, от этих разочарований, от этих вот негативного опыта, который там накоплен. И ты понимаешь, что ты, ага, побегал, токсины смыл под душем. Полностью надо смывать, чтобы тонкое тело очищать. Обязательно каждое утро надо хотя бы, ну, утром полностью душу принимать, омовение. Потому что вода, она очищает, смывает, она все структурирует. И тогда, вот после этого, когда ты подготовил душу и тело, ты так дела делаешь, что в один день ты можешь решить, ну, дела 10 дней, скажем, или недельные. То есть у тебя продуктивно всяк-то, и у тебя душа спокойно, в согласии, нет раздражения, нет злости, нет того, чтобы тебя отвлекало. И суета, она у тебя уходит, потому что ты в благости. И Господь Бог тебе помогает еще решать, если ты еще Его попросишь, Он еще помогает тебе решить какие-то неразрешимые с твоей точки зрения вопросы. И это тебя каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть дает более высокий вкус. Более высокий вкус, когда появляется, ты не хочешь уже, не потому что ты сам себя заставляешь не есть мясо, тебе не хочется есть мясо. Потом еще более высокий вкус, тебе не хочется есть рыб, потому что на тонком уровне это все равно чувствуется, это ты забрал жизнь, ты проплатил, чтобы забирают жизнь у животных, у рыб там, да? Ты траву ешь, что жить убиваешь животных. Трава – это другая форма жизни, это не животное, это растительный образ жизни. Да, когда яблоньку обрезаешь, веточку, она дает больше молодых ростков, она молаживается. Это известный секрет садовода. А когда у сусинки ножку обрезаешь, две оттуда не вырастают новые, понимаешь? То есть это совсем другие виды жизни. И тут надо быть, конечно, учиться этому, знания получать в этой сфере. Потому что в одной беседе, вот так поверхностно и, как говорится, в общем, много вопросов возникает. И если углубиться в эту тему, оказывается, не такие мы умные в этой цивилизации. Намного до нас были умнее люди, которые занимались именно душой, а не зарабатыванием больших денег и постройке особняков, которые после них, после смерти останутся тут на земле. То есть вот таким образом все на самом деле несложно. И знания, слава богу, сейчас уже доступны до нас, приходят. Если человек интересуется, как правильно жить, откуда, что идет причина следственной связи, почему так, а почему не по-другому, то есть ответы на эти вопросы. И много, кстати говоря, уже одно, не могу сказать, что много, но кое-что я уже прочувствовала на собственной жизни. Вижу результаты интересные достаточно и на себе, и на окружающих меня людях. То есть вот такая интересная метель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова